привет друзья я дарья поздняк сейчас я вам расскажу как я буду делать коррекции в студии мне предстоит это делать на днях я решил подготовиться поэтому на плане все нарисовала и сейчас вам коротенько расскажу и покажу все корректоры которые я буду использовать смотрите вот периметр стены здесь дверь входная стеклянная и к ней же примыкает окно они довольно высокие они почти на всю высоту потолка здесь вот такой выступ то есть вот этот кусочек соседей вот так выступ проходит вот и вот он санузел вот периметр санузла начнем мы с вами обсуждать с севера смотрите вот эти линии они вот так делят на 9 секторов наш план видите образуется 9 секторов север юг запад восток северо-восток юго-восток юго-запад северо-запад и брахмастан мы начнем с вами с севера на севере должно быть окно или несколько окон не должно быть загрязнений у меня здесь проходит вот кусочек канализации сверху канализации соседей нет окон поэтому здесь вот в этой точке я закладываю жемчуг из серебро серебро можно использовать как какие-то серебряные изделия предварительно их почистив также там можно заложить горный хрусталь у меня вот такая крышечка от графина жемчуг и соответственно серебро можно купить в виде грану вот таких у меня много я вам просто кусочек показываю потому что я по таким штучкам компоную и потом высыпаю из этого пакетика определенное место чтобы легче было чтобы на месте не делить дальше также здесь могло бы корректором служить зеркало этого севера но я вот здесь на границе севера север-востока решила сделать роспись изображающую окно она не очень будет как бы являться корректором это больше для нашего ума но так как я закладываю здесь много жемчуга и серебра здесь тоже поэтому я решила что роспись здесь будет какие какой-то чем-то среднем между созданием красоты типа дизайн интерьера идея такая изюминка и все-таки для нашего мозга она будет давать немного пространства потому что там будет изображено пространство окно вид куда-то дальше у нас идет сектор северо-восток он должен быть тоже с окнами у меня здесь присутствует дверь это хорошо плюс она стеклянная это тоже хорошо и она высокая она очень высокая почти до потолка дверь на дне окно но все-таки тут маловато поэтому я здесь вешаю зеркало вот здесь и еще вот сюда я за в эту точку я закладываю также жемчуг и серебро двигаемся дальше сектор восток здесь должно быть окно у меня хорошо здесь попадает окно и дверь стеклянная но все-таки как бы как улучшение этого сектора если вдруг у меня с поврежденного юго-восточного сектора пойдет какой-то негатив обратно против часовой стрелки и будет пытаться испортить мой восток мы ему это не дадим поэтому я восток все-таки корректируем если бы у меня здесь был идеальный сектор юго-восточный который был в порядке я бы не стала восток так корректировать и так корректируем восток закладывают эту точку я неправильно нарисовала вот сюда закладываем меня спрошу квартиры остались корректоры мы продали квартиру и в той квартире будут делать полноценный ремонт и скрывать стяжку все мои корректоры выкинут вот и чтобы не пугать людей ну и также не оставлять там свои корректоры все он все пойдет на выброс мы забрали вот у меня есть кусок меди я его использую здесь либо все на востоке либо кусочек от этого отправлю на юго-восток и также из той квартиры мне приехали вот такие треугольные медные спиральки немножко так выглядит тоже они уже были в растворе в стяжке вот вот эти медные спиральки пойдут на следующий сектор сюда мы кладем значит медь кусок меди и кладем кораллы в эту точку куда еще с выкладываю я кладу кораллы и кладу кусочек меди дальше вот эту точку дальше идет у нас юго-восток здесь выступ срез точнее это нехорошо поэтому по его периметру вот эти треугольнички у меня как раз 5 этих спиралей я кладу свои медные спиральки и скорее всего к ним я отрежу еще кусочек вот от этой вот это же положу юго-восток любит медь плюс юго-восток в идеальной картине мира наша кухня то есть плита должна быть именно на юго-востоке и я сюда ее впихнула вот она на юго-востоке у меня есть плита ура ура юго-восток мы скорректировали идем дальше юг в принципе юг не так плохо здесь проходит кусочек анализации здесь кусочек анализации но в принципе не так критично юге канализация вполне себе терпимо но так как у меня не очень юго-восток не очень юго-запад чтобы от юга негативной энергии не пошли против часовой стрелки мне портить юго-восток я здесь кладу я купила два блина из металла гири по 5 килограмм чугунные один я положу вот здесь второе положу вот здесь на юго-западе и также здесь будут лежать камни морские камни обточенной водой их разложу здесь скорее всего вот здесь уже на юго-востоке начну раскладывать вот так я разложу до санузла и когда зальют стяжкой ничего будет не видно то есть юг мы откорректировали утяжеление в виде речных камней и гири в 5 килограмм дальше идем начался юго-запад юго-запад у нас проходит санузел юго-запад и запад это как бы не так плохо для этих зон как для зону прям было бы вот здесь притоки но все-таки туалет плохо везде и у меня с прошлой квартире и остались вот такие спирали металлические железные железо железо можно во всех этих секторах поэтому я его положу вот здесь вокруг санузла выложу их как раз у меня девять штук вот они синенькие вокруг санузла есть уровень будет 1 1 стяжки 10 сантиметров а внутри санузла мы поднимаем уровень пола на 20 сантиметров относительно обычного пола на 10 то есть мы корректируем санузел поднятием уровня пола это очень крутая коррекция очень хорошая коррекция в зонах оттока в принципе кроме нее можно уже ничего не делать но я все-таки решил заморочиться еще усилить значит мы поднимаем пол плюс внутрь стяжки мы кладем камней морских чтобы немножечко упрочнить еще по энергии утяжеление сюда также вот сюда я кладу несколько морских камней сколько тут влезет и вокруг обхожу спиралями чтобы как бы отрезать негативную эту энергию еще вот у странного пространства это мы с вами скорректировали юго-запад и запад также эти морские камни можно покрасить перед тем как закладывать если говорить о зоне юга это юго-запада это должен быть золотой цвет желтый или какие-то цвета земли охристы например если вот сюда на юг и на юго-запад если брать запад то основное количество камней синими и несколько серебристых дальше двигаемся северо-западный сектор здесь у меня все портит канализации проходящей по потолку также утяжеление в виде лестницы и утяжеление в виде этого подиума на котором люди будут спать внизу не будет тяжелых шкафов но что-то для вещей будет стоять какая-то а-ля вешалка легкая полупрозрачная это уже сектор притока здесь должно быть свободно и просторно но у меня совершенно некуда засунуть хранение поэтому я вешаю вот сюда зеркало которое будет корректировать этот сектор плюс в сам вот этот подиум я закладываю то же самое что я закладываю на севере и северо-востоке только на северо-востоке это мы закладываем в пол а на северо-западе это нужно заложить выше пола а у меня выше пола идет как раз вот этот подиум и внутрь этого подиума пока они его не собрали я вот это все положу в каком-то например холщовом мешочке вот потом вот здесь под лестницей если мне этих коррекций не хватит северо-запада то вот здесь где-то под лестницей я повешу на стену рамочку в которую я положу например тоже положу насыплю жемчуг за рамку туда насыплю серебро и она будет еще как дополнительный корректор тут работать мы с вами обошли все сектора вот здесь посмотрели у нас остался средний сектор брахмастан и в этом секторе вот эти точки здесь будет размещена размещены камушки это называется ритуал как надяи вот его довольно сложно нужно делать вот для него камушки я приобрела и я буду его за их закладывать в эти точки довольно сложный ритуал не знаю смогу ли я что-то заснять что вам показать потом может быть фотки может быть так расскажу в общем для ритуалов надяи я все купила это на уровне артефактов я вам рассказала плюс добавила про зеркала про размещение плиты самое правильное размещение плиты на юго-востоке вот ну и как бы самое правильное по зонированию размещения туалета это вот эти вот три сектора что-то из них более менее приемлемо туалет везде плохо но здесь более приемлемо поэтому я как бы воткнулась сюда поэтому я вам рассказала про все корректоры и также еще и про как бы зонирование почему такое зонирование еще осталось пара моментов также мои вот эти зоны оттока вот эти можем скорректировать не только поднятием уровня пола мы можем их скорректировать опуская потолок и у меня вот здесь примерно по границе вот этой вот пойдет опускание потолка на вот эту вот всю зону вот что мне немножко гармонизирует еще дополнительно вот эти вот три сектора вот также у меня пойдет небольшое опускание потолка вот здесь но это технологически вызвано электрикой вентиляции все такое то есть тут как бы но вот этот вот потолок у меня будет всего 20 сантиметров здесь же будет больше метра то есть процентном соотношении все таки вот этот вот перевешивает больше чем в три раза поэтому действительно будет являться коррекцией опускание потолка и еще один момент я вам говорила что на северо-востоке севере северо-западе востоке и также в брахмастане хрусталь является сакральным является корректором я сделала пытаюсь сделать вот такие вот я купила советские хрустальные плафоны купил к ним значит как это все дело повесить в современную действительность вот и они у меня такие на подвесах будут висеть три вот здесь над столом в рабочей зоне они мне будут корректировать вот здесь северо-северо-восток по центру раз два три плафона еще два плафона у меня будут висеть хрустальных один здесь над зеркалом один здесь один где-то примерно вот здесь и один будет висеть вот здесь то есть еще дополнительно я плафонами из хрусталя корректирую а плафон из хрусталя он же еще с лампочкой и в тот момент когда он включен этот хрусталь преображает вот этот вот свет и дает эффект нам как бы как окно открывает помещение вот поэтому я над этим прям заморочилась я обязательно вам расскажу покажу подробное видео как вот такие вот светильники плафончики сделать то есть там вот у меня все патроны лампочка е27 все хорошо вот так я надеюсь вам это видео мое было полезно я постараюсь во время коррекции что-то снять и потом вам это выложить но не уверена потому что процесс довольно сложный трудоемкий и физические и эмоционально по-всякому и но я постараюсь что-то вам все-таки из этих сакральных коррекций показать надеюсь это видео было для вас полезно а с вами была дарья поздняк и до новых встреч